Так и с людьми в нашем фильме. Когда ты приглашаешь человека, ты никогда не знаешь, с какой он начинку. И, наверное, самая крутая метафора – это сравнение с карточной колодой. Просто представь, что когда ты делаешь кому-то предложение по бизнесу, это как будто бы ты переворачиваешь карту. При этом достоинство данной карты определяет уровень и эффективность этого человека. То есть, если ты нашел ключевого партнера, который будет сам строить этот бизнес, без твоих уговоров, без какой-то внешней мотивации, это то же самое, что ты нашел козырного туза. И наоборот, если ты вытащил двойку, тройку или пятерку, то этих людей ты будешь уговаривать просто прийти на обучение. Я не говорю уж о том, чтобы разлучить их филейную часть с диваном и заставить работать. И вроде все так просто и понятно, надо всего лишь переворачивать карты и искать своих тузов. Но почему же тогда люди так часто не добиваются успеха в нашем бизнесе? Главная проблема – это неадекватные, неоправданные ожидания. Ты думаешь, что все будет легко, что ты сделаешь несколько звонков, и все полетит само. Но ты с большим трудом приглашаешь двух-трех человек, которые при этом еще и не работают, а только и делают, что обвиняют других в своих неудачах. Ты начинаешь переживать и даже думаешь, что на тебя антирекрутинговое проклятие или антипродажная порча. Но на самом деле ответ гораздо проще, чем ты думаешь. Тузов меньше, чем остальных карт в колоде, а козырный туз вообще один. И ты его обязательно отыщешь, если прежде, конечно же, тебя не убьют твои сомнения, которые каждый день атакуют твой мозг и лишают тебя возможности двигаться. Наверное, мне просто не дано. Наверное, плохо переворачиваю карты. Перестань стонать. И просто переверни следующую карту. А вдруг у меня не получится? Ты правда думаешь, что ты уникален? Если хоть один человек сделал это, то и у тебя получится. Просто переверни следующую карту. Скорее всего, это просто не мое. Я не создан для продаж и для работы с людьми. А что тогда твое? Для чего ты создан? Ходить на работу каждый день и обслуживать тех, кто включил мозги раньше? Сделать карьеру, чтобы дядя-хозяин хорошо жил, а ты наконец-то взял себе ипотеку? Перестань врать себе. Нет, слово не хочу. Есть слово надо. Что бы ни случилось, просто переворачивай карты. Что бы ни случилось, просто переворачивай карты. И помни, не бывает колодок без тузов. Просто ты перевернул недостаточное количество карт. Если постоянно приглашаешь, то рано или поздно ты все равно найдешь своих ключевых людей. Если ты хоть немного способен думать и анализировать, ты наверняка будешь вынужден согласиться с выводами, которые можно сделать из всего вышесказанного. Первый вывод. Чудес не бывает. Есть ее величество статистика. И это прекрасная новость, исходя из которой, если не сдаваться, если продолжать переворачивать карты каждый день, то рано или поздно ты все равно отыщешь своих тузов. По сути, ты обречен на успех. Но я уже целый месяц в этом бизнесе и провел пять встреч, и пригласил пять человек, и среди них нет туза. А сколько в колоде карты? 50 лет. А тузов среди них 4. А козырный туз вообще один. Из чего ты, человек, вдруг решил, что с первых же встреч ты можешь найти своего туза? Например, у меня ушло больше года на то, чтобы найти своего первого ключевого человека. Больше года, Карл. И да, тузы встречаются нечасто, но они существуют. Я уверен, что каждый из вас со мной согласится, что среди 7 миллиардов человек есть множество тех, кто каждый день ищет возможности изменить свою жизнь и готовы взять на себя ответственность. Я уверен на 100%, что каждый день на нашей планете рождаются или просыпаются люди, которые способны делать этот бизнес. Они просто созданы для того, чтобы стать топ-лидерами, но еще не знают об этом, так как ты им пока не сделал свое бизнес-предложение. Ну и второй вывод. От того, как ты качественно переворачиваешь карты, не зависит, конечно, результат. Скорее зависит время, которое ты потратишь на то, чтобы дойти до этого результата. Да, на презентации все казалось легко и просто, и что сейчас все сразу с разбегу скажут «да» и, конечно же, начнут работать. Но на практике чаще всего все оказывается иначе. И не потому, что люди неадекватные, а потому, что ты не умеешь говорить. И это абсолютно нормально, так как тебя, скорее всего, не учили в жизни с переговором. И лучше сейчас думать не о скорости достижения результата, а потратить немножко времени на то, чтобы получить опыт и знания, которые позволят тебе изменить всю твою жизнь. В общем, главный вывод. Не сдавайся, продолжай переворачивать карты. И если твоя колода уже закончилась, и ты так и не нашел своего туза, то возьми новую колоду и переверни следующую карту. И каждый раз, когда хочется послать все к чертовой матери и бросить бизнес, подумай, а может быть, следующая карта – это и есть твой туз? И ты можешь лишить себя возможности изменить всю свою жизнь в одном шаге до успеха. Я часто повторяю свою любимую фразу «Нет, неуспешно, есть нетерпеливые». Запомни эти слова. Может быть, даже сделай себе татуировку. «Нет, неуспешно, есть нетерпеливые». А затем просто переверни следующую карту. Субтитры создавал DimaTorzok